В Челябинске подвели итоги медиафестиваля «Россия без сирот». На суд жюри прислали более сотни новостных сюжетов, газетных статей, документальных фильмов и социальных роликов из Переми, Волгограда, Севастополя, Ставрополя и других городов. Цель фестиваля – помочь детям обрести семью и нести семейные ценности. Медиахолдинг УТВ отметили в двух номинациях фестиваля. Первое место в номинации «Счастливая осень» заняла работа нашего режиссера и монтажера Евгении Галецкой. Номинация «Новая» ее придумали, чтобы расширить рамки фестиваля, и участники могли рассказать не только о детях-сиротах, но и о пенсионерах. На жюри конкурса признала лучшим проект медиахолдинга «Суперстар». В сериях рассказывают, к примеру, о пожилых южноуральцах, которые катаются на роликах или прыгают с парашютом. Над проектом Евгении вместе со съемочной бригадой работало несколько месяцев. Сейчас эта программа выходит каждое воскресенье в 11.15. Это программа про тех, кто сделал свой выбор не в пользу дивана. Ворчание на скамейках у подъезда. Это программа про людей, которая действительно супер. Наши герои – это настоящие звезды. Не те звезды, которые мелькают где-то в медиа, а это те звезды, которые реально зажигают все вокруг себя. В других шести номинациях оценивали работы о детях-сиротах, приемных семьях. На работы прислали детские студии, волонтерские движения, школы-интернаты, общественники и средства массовой информации. В номинации «Профессионал» награждают корреспондента ОТВ Ирину Гончаренко. За сюжет «В очередь за семейным счастьем». Он о тех семьях, которые усыновили детей, и о малышах, которые мечтают найти родных. Более 2100 ребятишек за 10 месяцев обрели свои семьи. Это огромная заслуга, вклада, в том числе, организаторов и участников фестиваля «Россия без сирот». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова